Эй, танкист! Выбери один из пяти контейнеров и забирай свой приз! На VODKIT.RU решай только твоя интуиция! VODKIT.RU! Каждая шестая игра бесплатна! Ребята, стартует золотая лихорадка Маракаси! Теперь вы можете выиграть голду в каждом видео! Внимание! В каждом видео для этого всего лишь нужно поставить лайк, вот как сейчас я это делаю! Нужно подписаться на канал и нажать колокольчик, а также досмотреть это видео! И напишите, пожалуйста, в комментариях свой игровой ник или лучше даже ID ВКонтакте! Ну то есть ссылку на ваш профиль ВКонтакте! На этом все, ребята! Участвуйте! Всем саду, с вами Маракаси! Сегодня я хотел бы показать бой на потасау 10 уровня, FV40 на 5 стейдж 2. Бой произошел на карте Эдхалуф. И тут у нас черная бабаха, которая, конечно, будет раздавать супер эпичные выстрелы, ваншоты. Ну, вертух тут будет не так много, но в целом очень даже зрелищный бой получился. Игрок решает, что лучше не спешить там, не лезть вперед, а зачем, если враги рано или поздно сами поедут в атаку и будут подставляться. И тут как раз бабаха будет очень даже нужна. Поэтому наш герой встает на балкончик и ожидает увидеть врагов отсюда. Ну и что можно сказать сейчас про бабаху? FV40 на 5 это такая вот техника, которая очень рандомна. То есть в каких-то боях очень сложно ее реализовать, и она наносит не так много урона. Но в некоторых боях, особенно затяжных, особенно в топе, бабаха демонстрирует сверхрезультативность. Я сам, когда играл, правда, на пресс-аккаунте, но тем не менее, делал бои спокойно по 7-8 тысяч урона. При этом бои абсолютно рядовые, просто выстрелы залетают хорошие, и ты наносишь колоссальный урон. То есть там можно с выстрела по 1700 урона порой наносить. Конечно, такое бывает не часто с бабахой, но все-таки бывает. И вот посмотрите, Е5 подставился, и тяжелому танку вылетает в НЛД на 1841 урона. Это шикарный выстрел получился, и на самом деле было не так-то и просто попасть по противнику, но именно таким образом, чтобы его пробить. Потому что в НЛД прям снаряд четенько залетел, и, конечно, это немножечко везение. Ну и наш же герой продолжает ждать. Ну, тут, в принципе, видно, что враги действуют активно. Это для бабахи очень хорошо, как, в принципе, и для любой ПТ-САУ, потому что они подставляются, они больше действуют, и, конечно же, гораздо больше возможностей выстрелить по ним. Ну и наш герой, в принципе, довольно терпеливо тут ждет. Тут, конечно, нужно, так скажем, не спешить. Нужно на такой технике быть очень сосредоточенным и максимально терпеливым. И вот сейчас не получилось по Шердену попасть. Это, конечно, не очень хорошо, потому что ЛТ-шка сейчас катается тут, высвечивает всех, включая нашу бабаху, и доставляет много трудностей. Ну вот выстрел по Т-30 не особо залетел. В борт он угодил на 651 урона. Так, если бы в корпус снаряд полетел, может быть, даже и было бы пробитие там. Но, к сожалению, выстрел не удался. Да, разве наш герой пытается выстрелить по Т-10, но в итоге наносит урон, я так понял, Т-30, что ли? Да, он, похоже, сплэшем, что ли, зацепил Т-30 или попал по нему. Но в любом случае хотя бы так, а то снаряд мог вообще мимо пролететь куда-нибудь там в гору, например. Итак, наш герой снова замечает одну бабаху, она проезжает слишком стремительно вперед. Она вообще тут колесит, как у себя дома, нужно ее наказать за это. Еще один враг подставился, это Лева. Посмотрите, какое огромное преимущество у вражеской команды по танкам. Пока что по ХП вроде бы еще не такое огромное преимущество, но вот по танкам вражеская команда явно выигрывает. Итак, наш герой перезаряжается, можно забрать, конечно, Леву, но это делает союзник, это даже хорошо, потому что на бабахе лучше стрелять по фуловым врагам. Вот, например, СТ-1 подставился и точно в борт ему задает картонный танк, конечно, 100% ваншот. В принципе, бабаха любит японские средние танки, они пробиваются очень даже хорошо. Тут Шеридан приезжает с бабахой, но не попадает, к счастью, по нашему герою. В гору всего лишь он выстрелил, и тут игрок, в общем-то, не провтыкал момент, забрал Шеридана. Это, на самом деле, было очень важно сделать, потому что враг слетил, у него скорость, и в определенный момент боя он мог доставить очень много хлопот нашему герою, но а так получилось его ликвидировать. Подставился немножечко ИС-3, но совсем маленький шанс по нему попасть, а вот сейчас шанс побольше, и выстрел ИС-3 в ангар улетучивается. Уже 5500 урона. Наш герой продолжает настреливать дамаг, при этом пока что не теряет ни единицы своей прочности. Тут, конечно, стоит отметить, что очень помогает тот факт, что отсутствует артиллерия, которая такому огромному агрегату, как FV4005, может нанести значительные повреждения. Пытался игрок выстрелить по Е75, но промазал выстрел, немножечко такой спешный был, и можно было немножечко подождать, возможно, но игрок, видимо, понимает, к чему все идет, и он, конечно же, пытается сменить позицию побыстрее. Занимает он позицию не совсем такую стандартную. Ну, я, например, редко сюда встаю, если вижу, что слив, я еду в квадрат А0. Но в данном случае игрок делает правильные вещи, то есть тут можно спрятаться за домами, и тем самым выждать очень долгую перезарядку на Бабахе. Ну и укрытия тут есть, которые спасают от врагов, которые с разных сторон сейчас будут нападать. Итак, перезарядка подходит к концу. ИС-3 тут выезжает, но вовремя Бабаха отъезжает, выезжает Объект 268, и тут просто какое-то чудо-непробитие в борт. Я уж не знаю, как так случилось. Ну, получается еще к тому же уничтожить Объекта выстрел очень удачный на 1255 урона. Три-четверка еще стреляет по нашему герою, но игрок сейчас просто уворачивается от всего, что летит в него. Выезжает Е-75, при этом подставляет свой борт, и получается его сваншотить на 1454 урона. Нормально все? А, нормально, говорю, все? А-а-а! ИС-3 подъехал, воспользовался моментом, продамажил нашего героя. Очень долгая перезарядка, но везет, что враги по одному выезжают. Это, конечно, очень много, так скажем, шансов дает нашему герою тащить данное сражение. Итак, игрок перезаряжается, ИС-3 очень долго бездействовал. Скорее всего, он просто боялся на бабаху выехать, и это давало нашему герою возможность, так скажем, перезарядиться. Получилось уничтожить ИС-3. Выезжает Рич-четверка, наносит всего 351 урона. Игрок спешно покидает эту позицию, позицию ректируется подальше для того, чтобы успешно перезарядиться. Трич-четверка следует за ним, остались только бронебойные снаряды. Но это даже хорошо, потому что ХП у врагов не так много. И получается уничтожить Трич-четверку. Напоследок противник все-таки выстрелил, 410 дамага нанес. И осталось разобраться с Т-28 портотип. Но это еще не так просто сделать. Вот она, вражеская ПТ-шка. Но вот проблема заключается в том, что у ПТ-шки, у этой довольно-таки хорошая альфа. Ну, такая относительно хорошая. Но ее вполне даже может хватить для того, чтобы уничтожить бабаху нашу. Ну, то есть там как повезет, то есть как рандом распорядиться. Может она с одного выстрела уничтожить бабаху, а может и не уничтожить. Но пробития вполне Т-28 хватит, чтобы пробить, ну, довольно слабо бронированную эту машину. Огромную, да и попасть по ней тоже несложно. Поэтому сейчас довольно-таки рискованно подставляться. Но что делать? До конца боя остается 4 минуты. Игрок пытается аккуратно высунуться. И вот она, вражеская ПТ-шка. И промах по ней с вертухи пытался игрок попасть. Но промазал. Тут, конечно, просто не было времени на сведение. Понятное дело, игрок хочет победить в этом бою. Поэтому стрелял на скидку, рассчитывая на удачу. Но на бабахе попасть с вертухи довольно сложно. Зачастую. Итак, игрок решает объехать с другой стороны, с центра. И, в общем, вариант не самый плохой он выбрал. Оказывается, что Т-28 тоже самое придумал. Но наш герой оказался быстрее. И он уничтожил вражескую ПТ-шку. Итак, медаль Колобанова, медаль Редли Волтерса, основной калибр и воин. Хороший бой выдался. 11 518 урона и 9 фрагов. По-моему, игрок тащил просто божественно. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok